Вы не поверите, я не удержался и купил новый эксперимент, прям поехал практически после сразу этого и взял лавовую лампу. Лавовая лампа! Я думаю, вы знаете, что такое эта лампа, в которой так вверх-вниз плавают какие-то штучки, очень это прикольно должно выглядеть. Стоило это столько же, сколько и предыдущий эксперимент, вы можете посмотреть его, там делали червяков, а здесь что-то новое, и эта штука прям тяжелая. Сейчас посмотрим, по сравнению с тем, внимательно изучив тот набор, внимательно изучим этот, ну, этот тяжелый, это легкое, по крайней мере, первое внимательное изучение готово. Итак, не успела высыпать еще краска на моих пальцах, а я уже погнал, поомчал, просто мне интересно стало, прям вот любопытно. На самом деле, поехал с другим делом и сразу купил, приехал и думаю, почему бы и нет. Итак, стоит также 3350 рублей, такой эксперимент в коробочке, коробочка непрезентабельная, вот делали червяков вот этих вот, мне так более-менее понравилось, надеюсь, вам было тоже интересно. Здесь эксперимент по поводу плотности вещества, шоу цветных пузырьков бутылки, познавательно и красиво. Так, ну, посмотрим, это же лавовая лампа, как здесь это будет реализовано и что здесь будет идти в комплекте за те же деньги. Итак, в комплекте здесь есть, ага, что это? Здесь, конечно, нужно все будет внимательно смотреть, читать и, судя по, как, если судить по прошлым экспериментам, где нужно было изучать, как это называется, смотреть и гуглить, и, видимо, не очень их инструкции было понятно. Ну, может быть, где-то и моя вина, ну, в общем, это какие-то блестки, два вида порошка, скорее всего, это зеленый и красный, точно так же, как и там был краситель пищевой. Ага, бутылки в этот раз, бутылка номер один, вау, бутылка с жидкостью, вот почему была такая, какая-то подозрительного цвета жидкость, согласитесь, да? Вот, бутылка номер два, перчатки, мерный стаканчик, порошочек, большая банка порошочка и какие-то гранулы. И так же инструкция имеется, так же наверняка такая же непонятная, но я ее изучу. Ну, что ж, твертяжа здесь была только из-за вот этой вот жидкости. Что это такое, сейчас посмотрим. Можно даже сейчас, прямо сейчас посмотреть. Итак, а, господи Иисусе, масло подсолнечное, вот ж невидаль, какая налили, так налили. Это подсолнечное масло, слушайте, его, наверное, даже можно открыть и понюхать, да? И он, ну, оно какое-то странное, оно, видимо, дешевое или какое-то переработанное, потому что оно воняет, если честно, не как подсолнечное масло, а как какая-то фигня. Но это, видимо, подсолнечное масло, или просто я хорошее подсолнечное масло беру, поэтому, ну, это прям совсем, видимо, дешеванское какое-то. Лимонная кислота здесь есть, а где она? Видимо, какая-то из этих банок лимонная кислота. Сода пищевая. Слушайте, а этот эксперимент вообще не требует практически, кроме красителя пищевого. Если там, хотя и все эти эксперименты в целом можно провести дешевле, сходив с родителями в аптеку купить какие-то, или в какой-нибудь хозяйственный. Часть там, часть там купить ингредиентов. Просто здесь всё собрали воедино. Но посмотрим, как это будет реализовано. С червячками было прикольно. Сделал готово 30-50 рублей, не нужно ничего искать, по магазинам, по аптекам ходить. Всё в одной коробочке было. Итак, значит, масло. Кстати, по-моему, это масло протекло. Видите, часть инструкции немножечко за... Так вот. Глиттер. Причём они записали глиттер. Простите за выражение. Это блёстки. Могли бы написать просто блёстки. Краситель пищевой, красный и зелёный. Мертвый стаканчик, банки и так далее. Ну, вот инструкция, которая говорит нам, что нам нужно... Что сделать? Смешать половину порции соды и лимонной кислоты. Отлить в большую бутылку половину масла. Пересыпать смесь соды и лимонной кислоты в бутылку с маслом. Подождите, пока она расположится на дне бутылки. Смешайте 100 мл воды с красителем и блёстками. Глиттером. Смешайте 100 мл воды с календарем. Вылейте эту смесь в бутылку с маслом и лимонной кислотой. Будет всё готово. Ну, посмотрим. Ну, бутылки нужно смешать, видимо, половину соды и лимонной кислоты. Ну, слава богу, что здесь ничего не подписано. Точнее, слава богу, что здесь плохо, что здесь ничего не подписано. Хорошо, что мы можем смешать сразу половину соды и лимонной кислоты в одной банке. Написано, по крайней мере, смешайте половину порции соды и лимонной кислоты. То есть, нам нужно смешать половину порции того... Ой, чуть больше. Ну, и там чуть больше. Соды и лимонной кислоты в банке. По идее, в банке берём и чувствуем себя музыкантом. Чики-чики там, чики-чики тут, чики-чики там. Эксперимент проведутся, не проведутся, а не получится ничего у меня, как обычно, нормально. Ну, извините, такая вот песня. Так, я смешал, допустим. Дальше. Отлейте в большую бутылку половину масла. Хорошо, сейчас отольём половину масла. Ой, надо было что-то подстелить, но, надеюсь, не пролью. Ладно, я сейчас буду аккуратным. Так, открываем. Открываем. Половину масла. Ну, вот, да, сейчас вот решил выпендриться и, да, наверняка… Течёт, 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 течёт. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Тих-тих-тих-тих-тих. А-то сейчас отставим куда-нибудь сюда. Так, здесь у нас тоже течёт. Салфетки нету. А-а-а, что происходит? Так, смешали половину масла. Дальше что? Итак, половину масла смешали, смешали, смешали. Теперь отлейте в большую бутылку половину… Пересыпьте смесь соды с лимонной кислотой в бутылку с маслом. Пересыпьте смесь соды и лимонной кислоты в бутылку с маслом. Я смешал, да? У меня как-то, кстати, плохо смешалось. Хотя мешал я старательно. Итак, пересыпаем в бутылку с маслом. Пересыпаем. Сейчас мы все пересыпем до последнего, до последней капельки. Я все пересыпал туда. Просто все. Просто все взял и все пересыпал. Итак, я все пересыпал. И написано, подождите, пока она расположится на дне бутылки. Смесь. Она расположилась на дне бутылки, если что. Дальше нужно запишать 100 миллилитров воды. И... Ну, сейчас, по-моему, эту баночку придется. 100 миллилитров воды с красителем и блестками. Ну, какой-нибудь определенный. У нас будет красная, естественно. Лавовая лампа должна быть красная. Будет красная. Так, вот у нас тут осело все. Наливаем, ну, примерно 100 миллилитров воды. Масла там сколько? А масла было 200, значит, половину, как бы, этого масла. Наливаем вот столько. Да, ну, потому что столько же было, да, масла у нас чуть побольше. То есть, масла было 200, и вот это вот половина этого масла, да? Ну-ка, вот сейчас должен быть примерно одинаковый уровень. Да, 100 миллилитров, значит, вот это воды. Окей, я знаю. Тут есть минерный стаканчик, но нам, видимо, в этой ситуации не очень-то пригодится. Так, теперь у нас есть блестки. Как бы сделать так, чтобы у меня они сейчас все не рассыпались. Так, смешаем блестки. Ну, я не буду высыпать все, вы знаете, потому что есть у меня предположение, что что-то может пойти не так. Да и не надо столько много, мне кажется. Блестки. Где-то... А я ничего не ошибся, нет? Смешайте с красителем и блестками, да и глиттером. Смешиваем с глиттером. Ну, вот еще чуть-чуть блесток. Столько будет достаточно. Остальное оставим на лучшие времена. И краситель теперь нам нужен. Ну, возьмем... У нас есть зеленый и красный. Мы будем использовать мой любимый красный краситель, потому что с зеленым можно черноту сделать, какую-то ужасную. А красный... В прошлый раз были прикольные баночки с красным красителем и с красителями. В этот раз баночки не прикольные. Потому что это не баночки, а пакетики. Пак-пак-пак-пакетики. Пак-пак-пак-пак-пак. Итак, чуть-чуть красителя добавляем, чтобы просто слегка был красненький оттенок, потому что иначе можно... Иначе можно такое получить. Такое получить. Я думаю, что столько будет вполне достаточно. Ну, давайте чуть-чуть еще, потому что вы вам скажете, что что-то пошло не так из-за того, что ты мало красителя добавил. И теперь мы берем, закрываем крышку вот эту. И... Я же говорил, много прямо слишком красителя красного. Все стало красный, красный, краснющий. Боюсь, что... Будет не очень красиво. Краситель очень едкий, этот пищевой краситель очень едкий, я бы сказал. Итак, значит, нужно что? Значит, этот и вылейте эту смесь в бутылку с маслом. Ну, давайте так. И смотрите, это я добавил. Там тут даже не написано, сколько добавлять надо этого зеленого порошка или красного. И сколько надо там блесток и всего остального. В чем смешивать, где и как. Ой-ой-ой... Добавляем сюда. Блестки падают отдельно. И теперь влейте эту смесь в бутылку с маслом и смесью соды и соленой воды. Итак, влейте. Как быстро, медленно вливать? Это эксперимент, ребята. Ну, как-то нужно было объяснить немного. Итак, раз. И выливаем эту смесь. Вылили смесь. И давайте, ну, закроем банку, что ли. Я не знаю, надо, не надо. Мы закроем на всякий случай. Мне кажется, что не надо, но мы закроем. И у нас получилась лава-лампа. Смотрите, что происходит. Вот, что происходит. Какие дела? Что-то мне кажется, что закрывать крышечку-то не стоит, не стоит, да? Потому что у нас выделяется что-то. Ну, или стоит, или не стоит. Сейчас давайте попробуем закрыть. Ну, взорвется так взорвется. Смотрите, какой эффект у нас получился. Давайте прям приближу, подсвечу как следует, и вы увидите эффект. Ну, красиво, как минимум. Слушайте. Ну что, она одноразовая, да? Сейчас эффект этот, реакция пройдет, и все. И мы только два раза получим лавовую... Да не ламовая лампа, надо было, как это назвать, бурление, или что-то типа того. Плюс блестки, они все наверху. Они плохо смешались, и достаточно было просто красителя, и все. Потому что даже с красителем очень симпатично. Ну-ка. Утолка сама плотная, я не пойму. Не пойму пока. Но выглядит, конечно, красиво. Все эти шарики, их так много стало там. Смотрите. Огромное количество шариков этих. Да. И тут написано. Сок и лимонная кислота, значит, вступают в реакцию с подкрашенной водой, в результате которой выделяется углекислый газ. Газ буквально подхватывает частицы красителя, стремится наверх и покидает бутылочку с жидкостями, а частицы подкрашенными воды возвращаются обратно вниз. А потом процесс повторяется снова, пока вся смесь из лимонной кислоты и соды не растворится. Да, все-таки надо открыть. Возможно, уже газ надо выпустить. Хотя бы так приоткрою. Лучше, конечно, этого не нюхать всего дела. Смотрите, как все это быстро происходит. Но! Эффект есть. Блестки какие-то у вас галимые, потому что они должны были быть видны из другого материала. Они не тонут, и ничего с ними не происходит. Они просто наверху плавают, и все. И никакого практически эффекта нет. Вот. Сейчас у нас вся сода и лимонная кислота испарится и растворится. Но это красивый эксперимент, прикольный. Можно соды и с пищевой, с лимонной кислотой сделать, я так понимаю, самим дома такой. Так что можете спокойно 350 рублей не тратить и сделать это. Здесь, если в прошлом эксперименте там нужно было и шприц найти, и вот это вот все. Плюс вот эти вот альгидраты, и всякие там калии, натрии и так далее. Это тоже, ну, такое, не всегда под рукой. А вот это вот, ну, дома по-любому сода, кислота лимонная есть. Можно пойти просто в обычном магазине все купить. Если даже этого чего-то нету. И купить с того всего больше. На 350, представляете, рублей. Ну, масло можно купить как-то супер дешманское. Или попросить, я не знаю, ну, 200 миллилитров масла у кого-нибудь из родителей, из взрослых или детей. У кого, кто там у вас заведует маслами. Вот. И, соответственно, увидеть следующее. То есть, вот примерно такое. Можно, серьезно, на блестки забейте. Блестки, это чисто здесь, ну, вообще никак не решают ничего. Ну, вот. Сейчас вы услышите шипение, реакция. Газ идет. Покитают бутылку с водой. А давайте, а если тряхануть немножечко? Ну, это же эксперимент. Мы сейчас пытливый ум посмотрим, что будет, если мы вот потрясем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Напрасно. Напрасно это было сделано. Потому что все загазировалось. Но не сильно вытекло. Я думал, сейчас вообще все рванет. Интересно было. Так, вот, в общем, у нас такое вот дело. В ВКонтакте это мне кто-то написал. Сейчас, извините. Ну, вот, довольно долгий процесс. Слушайте, мне это все уже, по-моему, написали, кто только можно было ВКонтакте. Я там ответил всем. А процесс все идет. Крышечка. Единственное, что видите, она не герметичная. И там вытекает, если что. О, смотрим. Смотрите, какая штука происходит. Дрюка. Масло, конечно, не очень приятно все это. Но это просто я тут как бы провожу эксперимент такой хардкорный. А так, в целом, я думаю, все, если сделать нормально, получится прикольно. Этот эксперимент даже не сам по себе хорош и интересен в плане покупки, сколько просто в качестве идеи, которую можно сделать и дома. Но тут разве что есть и баночки, и скляночки, и сразу все есть. Но 350 рублей, конечно, дороговато. За это надо просить как минимум рублей на 150 меньше точно. Ну, а за меньшие деньги продавать нет смысла. Поэтому так. На этом, пожалуй, все. Такой вот эксперимент сегодня был. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Переходите по ссылочкам в описании. Поддержите мой канал. И на второй мой канал подпишитесь. Сафроныч там со всякими акциями. Вот, возможно, сейчас про них написали. Сейчас про акции. Пойду посмотрю что-то еще интересное. Мне народ скидывает. На этом все. Пока.